Слово «педагог» с греческого языка переводится как «ведущий ребёнка». И действительно, учителя – это проводники детей в мир знаний. Они во всём являются примером для ребёнка. Сегодня важно не только учить чему-то новому, но и заниматься духовно-нравственным воспитанием школьников, не забывая про их физическое развитие. Славянские педагоги это понимают и с удовольствием сами участвуют в районных спартакиадах и соревнованиях, показывая на собственном примере, что здоровый образ жизни – это основа красоты и долголетия. Каждый год на протяжении вот уже 35 лет учителя, педагоги дополнительного образования и воспитатели детских садов принимают участие в спартакиаде районной организации профсоюза работников народного образования. Спартакиада не состоялась только раз – в 2020 году из-за пандемии. Поэтому возобновление спортивных состязаний педагоги ждали с особым нетерпением. В прошлом году не проводили, все заскучали. И спрашивают, а в этом году будет ли спартакиада, а будет ли турслёт. Конечно, конечно, все этого ждали долго. То есть привыкли к такому активному образу жизни, поскольку это учитель. И как он сам активен в своей жизни, так и детей научит. На торжественном открытии спартакиада участников поприветствовали почётные гости. Начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа и заместитель главы района по социальным опросам Виталий Титаренко. Спорт – это самое главное в нашей жизни, потому что человек, который занимается спортом, человек, который читает книги, он всегда будет до головы выше человека, который сидит на диване и смотрит телевизор. Поэтому сегодня очень важное событие. Всем вам желаю азарта, всем вам желаю спортивной злости, чтобы дух соревнований превратился у вас в такой не дух соперничества, а дух собратья, дух сопереживания за каждого из вас. В этом году в спартакиаде приняло участие 7 сборных команд. Всего около 350 педагогов со всего района. Они состязались в нескольких видах. В стрельбе из пневматической винтовки, шахматах и шашках, волейболе издавали нормативы ГТО. Настрой у всех был боевой. Наша сборная школы принимает участие. 50% коллектива сегодня из нашей школы. Все с удовольствием ждали это очень долго. Мы ждали нашу профсоюзную спартакиаду, хотели, привыкли. Ну вот пандемия внесла свои коррективы, что в прошлом году не было. Но в этом году уже 35 лет. Это здорово, замечательно. Рады. Спорт – это сила, красота. Это все то, что нам нужно для жизни. Учителя третьей школы, мы очень рады, что мы приглашены на такое мероприятие. Я считаю, что это правильное мероприятие, оно должно проходить. Можно чаще проводить такие мероприятия. Мои коллеги и я, мы все довольны, что мы присутствуем сегодня здесь. Ждем результаты. Надеемся на победу. Спартакиада работников образования – это именно те соревнования, где лозунг «Главное не победа, а участие лучше всего передает их суть». Ведь данный спортивный праздник проводится прежде всего для хорошего настроения педагогов, для их физического развития и, конечно же, для укрепления здоровья. Я вообще в спортивных мероприятиях люблю принимать участие. Несмотря на то, что там смогу, не смогу. Главное, что это сам спортивный дух – посмотреть на других, показать себя. А так, конечно, очень приятно, что такая дружелюбная атмосфера здесь. Все друг другу помогают, улыбаются. Несмотря на то, что многие в Спартакиаде участвовали не ради победы, а просто, чтобы активно, используя, провести выходной день в кругу единомышленников, как и в любых соревнованиях, здесь были подведены итоги. В результате первое командное место заняло сборное учреждение образования и спорта Анастасиевского поселения. Второе – команда четных учреждений Славянска-на-Кубани. Третьей стала сборная команда образовательных учреждений Черноярковского, Забойского, Кировского сельских поселений и детско-юношеской спортивной школы «Виктория». Команда победительницы и победители в личном первенстве награждены дипломами и денежными премиями. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».